Христос посреди нас, возлюбленные братья и сёстры. Искренне благодарим вас за вашу молитву и всех, кто ждал эфир с нетерпением. Слава Богу, технические неполадки удалось решить, и мы имеем радость общаться с вами, наши дорогие зрители. Потому как тему, которую мы продолжаем в сегодняшнем воскресном эфире, мне кажется, если волнует не всех, то очень и очень многих. Мы затрагиваем тему, конечно же, семьи, отношений внутри семьи и стараемся рассмотреть с точки зрения мужского взгляда. Я всё-таки мужчина ведущий, поэтому и гости, которых мы приглашаем, которые общаются со мной и с вами, рассуждают на темы с мужским взглядом. Вы знаете, мне кажется, это в 21 веке, как бы это смешно ни звучало, очень актуально. Мы слышим огромное количество, если это можно так назвать, жалоб со стороны женщин, дескать, перевелись, настоящие мужчины, а за кого выходить замуж, а где же те самые-то мужики баснописанные. И вот хотелось бы всем показать, что мужчины действительно существуют. Другое дело, что современный мир старается принизить роль мужчины, старается всячески опустить его ниже, всячески показать, что существует какое-то мнимое равноправие, и равноправие даже в обязанности, в долге мужском. Это звучит немножко странно. И наши гости, со своей точки зрения, это, конечно же, показывают. Сегодня хотелось бы затронуть тему следующую. Когда мужчина уже создаёт семью, и внутри семьи начинаются взаимоотношения с его избранницей. Будь уже ещё до рождения детей, и когда появляются дети, появляются всё новые и новые аспекты взаимоотношений друг с другом. И как взаимодействовать? Есть ли какие-то правила? Они должны быть писаны или негласные? Вот попытаемся с этим разобраться, с нашим братом, с сурового сибирского края, Устиновым Алексеем Владимировичем. Алексей Владимирович, вы ли у нас на связи? Алексей Владимирович, вы ли у нас на связи? Добрый вечер, мир всем. Слышно меня? Христос, выходит у нас, дорогой брат. Да, слышно, слава Богу. Если будет слышно, слава Богу. Слава Богу. Я не зря, Алексей, наверное, можно, да, брат, нахуй будем с тобой в эфире общаться, как-то вот по-христиански, без, может быть, лишних формальностей. Я не зря тебя представил, как суровый сибирский мужчина. Потому что в русском и фольклоре, в том числе, и в огромном количестве сленга, вот суровый сибирский мужик – это некая такая квинтэссенция мужественности, настоящих мужских качеств, и мы имеем радость сегодня общаться именно с таким человеком. И если есть что-то сказать вот перед началом общения, как это самопрезентоваться и представиться, было бы очень хорошо, брат. Если говорить о суровости, ты должен был предупредить, чтобы я топор взял. Я же суровый сибирский мужик. Ну, на самом деле, как сказать, ну да, такое сложившее понимание, мнение, но местность некий отпечаток накладывает, это было, это есть. Ну, мы такие же обычные люди, мы улыбаемся, поэтому все нормально. – Слава Богу. – Значит, представиться ты хотел. – Да, значит, я Устинов Алексей Владимирович, глава семьи, значит, у меня супруга, четверо детей, мы живем в деревне, ну и что там, ведем свой канал, «Хозяйство Устиновых» канал называется на Ютубе. Милости просим, давайте дружить, подписывайтесь, значит, комментируйте, там мы показываем нашу жизнь, как мы живем, что мы делаем, ну, в общем, все наш повседневный быт, уклад. Благодарим, Алексей. Кстати, дорогие зрители наши, вот Алексей тоже хочу сказать, у нас расстояние между нами с Алексеем довольно приличное, и иногда в кадре вот связь между нами может начать или ухудшаться, или как-то двоиться, или какие-то заминки между нами возникать. Это нормально, не обращайте внимания, с Божьей помощью все будет гладко. Итак, вот, Алексей, а первое, с чего бы хотелось начать в принципе? Вот живет себе молодой человек, пять лет ему, шесть лет, десять, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, может быть, уже двадцать, и все у него в жизни на самом деле хорошо, неплохо. Вроде всего достает, имеется какое-то образование, навыки, качества есть у него мужские. И почему бы ему и до конца жизни так не жить? Вот что конкретно в твоей жизни такого произошло, что стрельнуло, что ты вдруг решил, так, стоп, а пора найти женщину и завести с ней семью? Как вообще это происходит у мужчин? Вот расскажи, пожалуйста, на своем примере. Ну, мы люди верующие, православные, то есть верим в Бога, и это с самого начала было, значит, так, что Господь создал Адама, это первый человек, и Господь создал ему помощницу. Вот она, собственно, откуда появилась семья первая. Потом у них появились дети, вот это как бы Божье становление, то есть там потом уже плодитесь, размножайтесь, то есть дети тоже как, ну, такой результат, что ли, вот, да, там, совместной жизни семьи, вот, и, значит, ну, в Новом Завете Христос подчеркивает детство, то есть это как жизнь вне семьи, то есть есть два варианта, два пути развития, но Христос четко подчеркивает, говорит, что кому это дано, вот, то есть не порицается семья ни в коем случае, вот, поэтому, ну, наверное, мое мнение, я считаю, сегодня именно более правильный путь, это, ну, для мужчин, это семейный путь, семейный путь, то есть когда у тебя жена, семья, ну, и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Получается, это не вдруг, вот ты сидел на лавочке и решил, а, слушай, я забыл, а это благодаря, вот ты правильно сказал, слава Богу, мы люди православные, православные, это вытекает из понимания, из изучения и погружения в Священное Писание, как, одно из естественных, нормальных состояний мужчины, это быть человеком семейным. И раз так, то нам надо понимать, как строится выбор. Как бы это вот ситуация к Адаму и Еве, когда мы отбрасываем, кажется, что там Адаму-то было просто, ему просто Господь привел Еву, Адам знал Бога, любил его, полностью ему доверял, и он понимал, что вот эта женщина, это самое лучшее, что может с ним в этой жизни произойти. В наш век веселый, я думаю, что далеко не каждый мужчина, идя по улице и вот так вот просто взглянув, может с уверенностью сказать, а вот это та самая женщина, с которой я готов прожить свою жизнь. Начинается процесс поиска каких-то движений. Как это происходит? Происходит. Ну, ты правильно подметил, да, что Адаму, ему проще было, да, то есть, есть вот одна жена и все. Это понятно. Значит, дальше после Адама, потом идут следующие люди, и вот, и мы берем примеры, как бы читаем, что как это было. Значит, там было четко, родители искали для своих сыновей. Вот это было так всегда. Теперь резко оттуда как бы переносимся уже поближе в наше время, как бы мы называем старинное время, да, там тоже, на Руси, там тоже этот, ну, как, такое правило, что ли, или, как сказать, традиция такая, да, которая глубоко уходит в Библию корнями своими. Родители выбирали невесту своим детям и также и женихов примерно. Вот, и это как бы один из правильных детей. Что сегодня получилось? 21 век, у нас там средства информации всякие, то есть как бы как бы немножечко что-то поменялось, но, но, даже вот у верующих людей это нормальная практика, когда родители, дети подрастают, то есть это вот в нашей семье это было, соответственно, и я думаю, что любой родитель будет это делать для своих детей. каждый родитель желает счастья ребенку, благополучия, вот, соответственно, уже ребенок подрастает и родители ему где-то подыскивают из своего общества невесту, будь то, ну, невесту дам, да, для сына или жениха для, значит, дочери. Вот, это нормально. Что касается молодых, значит, как он должен там искать, он тоже, значит, ну, например, может быть, я наперед забегаю, да, про молодых людей, то есть они тоже не должны как-то замыкаться и не ждать, пока там что-то с неба упадет, вот, сегодня мы наблюдаем, ну, вот в нашем христианском обществе тоже между собой общается брат с косестринскими отношениями, значит, как-то узнают, то есть они не закрываются где-то, они узнают, общаются, ну, в том числе в церкви там какие-то, значит, общие дела благотворительные, ну, и так далее. Смотри, ты затронул, пожалуй, такие очень глубинные вещи, и я бы хотел на этом, наверное, внимание заострить вот наших зрителей вот этот интересный момент, и ты слово потребил, вот оно стало традицией, и раньше так было, сейчас действительно нечасто увидишь, когда родители, например, у нас сын, на полном серьезе ему всячески помогают, стимулируют, и, как это правильно выразить, даже не знаю, предоставляют выбор на свое усмотрение. Сын, доверяя родителям, понимая, что они хотят для него абсолютного блага, доверяет их как бы выбору, и это становится его выбором. Вот как мне кажется, вот такие условия, которые ты вот сейчас рассказал, это возможно только в настоящей православной семье, где отношения между родителями и детьми очень близкие, глубоко, и духовные в том числе, и очень доверительные. И окружение, получается, таких родителей примерно должно состоять из таких же семей, когда мы из таких семей выбираем сами себе. Если я не ошибаюсь, вот, брат, может, ты меня поправишь, в принципе, строй общинный, строй соборный на православной Руси, в этом и заключалась одна из основных, наверное, сил и кредитов будущего поколения, когда внутренняя община православная очень крепка, все друг друга любят, знают, понимают, общаются, и вот создаются отсюда семьи. Как думаешь, вот в наше время такая традиция вообще возможна где-нибудь? Или на нас сейчас обрушится волна негодования, дескать, что это за меня, там, родители, кого-то, я извиняюсь за грубое слово, пихнут мне в объятия, а я должен радоваться всю жизнь. Как быть ситуацией в наш век, это возможно вообще или это уже все в сказке? Уже все в сказке. Нет, это не сказки, понятно, что сегодня надо, конечно, учитывать именно это время. Мы знаем, были примеры, ну, скажем, как бы вот в прошлое время, то есть в прошлое не где-то далеко, а вот в прошлое время там старики наши например, были такие примеры, когда там парень лежал на печи, девка там тоже в куколки играла, вот, парня берут, девку все там, все вы будете мужем и женой, они там друг друга первый раз видят. Вот в итоге смотришь, эти люди прожили там всю жизнь вместе, то есть там вообще ни о каких разводах, ни о чем там не была речь, вот, и прожили у них ребятишки и все, вот, это просто, я говорю, что были такие случаи, значит, как у нас сегодня, то есть и можно ли, конечно можно, мы уже должны воспитывать в своих детях вот это почитание родителей и вот, как ты сказал, доверительное отношение, да, то есть это же воспитывается родителями, вот, а если этого нету, то, естественно, ну, что ты сделаешь с ребенком, если ребенок тебе полностью доверяет и не то, чтобы там, кого вы мне пихнули, ребенок понимает, что родитель мудрый, взрослый и родитель не желает ему зла, хорошее, вот, либо родитель находит, либо ребенок сейчас, поскольку я говорю, сейчас молодежь, общается всякие, вот, у нас средства, интернет и так далее, верующих людей много, общин, церквей в разных городах, вот, я просто говорю по своему примеру, что люди там, где-то на крестные хода, там, куда-то ездят, еще где-то на мероприятиях, на каких-то встречаются, то есть молодой, ну, я буду говорить молодой человек, да, значит, может сказать родителям, папа, мама, вот, есть такая девушка, она мне нравится, как вы думаете, может ли она быть моей женой, например, и родители уже берут на себя такую миссию, узнают, из какой семьи, как и что, то есть родители все это могут узнать, и уже какой-то дать ребенку ответственность, но, мы как бы уже наперед забежали, немножечко, значит, в этом вопросе, естественно, должна быть молитва, если мы верующие, в любом вопросе мы должны искать в первую очередь Бога, я это уже говорил, еще раз подмечу, Бог должен быть в вопросе, и когда мы ищем не невесту, или мужа себе, а именно Бога, то тогда Господь по молитвам нам посылает того, ну, кого мы заслужили, или кто нам нужен, вот, то есть только так, если ты наперед, наоборот, ставишь, что вот, Господи, мне нужен вот такой жених, там и 10 условий, то это абсолютно неправильно, Алексей, я с тобой очень согласен, тоже вот опять, хоть ты говоришь, наперед забегаем, глубинные вещи ты коснулся, я хотел это сделать, как вот обобщающий вывод наших вот первых вопросов на пути к созданию семьи, но ты меня, получается, опередил, вот, братья и сестры, нам с вами, особенно нам, молодым, кто еще не является в статусе, супруга или супруги, понимать вот то, что сказал наш брат Алексей, мы в первую очередь ищем не вообще просто красавца или красавицу, с которой нам будет, ну, здорово проводить время, всякое хорошо, когда красивый, умный, образованный, состоятельный и так далее, человек рядом, а искать именно Бога, искать путь спасения, понимая, что жена или муж, мой избранник, при обращении к Богу, дается мне, Богом для моего же спасения. И если у меня с Богом близкие отношения, я люблю Отца Небесного полностью, уверен и знаю, что Он любит меня, конечно же, я доверю и Его выбору. Это очень глубоко, это проникает в самую суть православной жизни, и я бы вот, Алексей, если можно тебя попросить, вот завершая вот эту начальную тему, коснулся бы вот такого классного примера, как я считаю, современная православная молодежь, их площадка знакомства, их среда обитания, это всевозможные, в том числе и православные движухи, будь то совместный какой-то труд в храме или крестный ход, просто нам частенько приходят вопросы, а вот я встретилась с молодым человеком, он был певчим на хоре, можно ли нам, мы же в церкви. Вот твое, может быть, краткий комментарий, или, может, ты знаешь пример из жизни, где вот люди вот так вот через церковь общаясь, нашли друг друга, потом создали семью и живут часто? На самом деле таких примеров масса именно в православной среде. Значит, здесь нужно самое главное понимать, мы сейчас говорим с тобой для молодых, кто еще не создал семью, что у христиан, у верующих существует вот в этом отношении, вообще в Библии, в Библии, Библии, Слово Божие, существует три вида отношений между мужчиной и женщиной, между парнем и девушкой. Значит, первое – это брат-сестра, второе – жених и невеста, и третье – муж и жена. Все. Не существует таких нынешних отношений, это мы сейчас говорим про современный мир, который не существует пассивно где-то там. Он прожевывает мозги всем, всем абсолютно, никто от него не застрахован, и он не пассивен, он жесткий, он прям, ну, то есть молодежь очень сильно, и не только молодежь, находится под влиянием вот этого мира. Вот. И отсюда появляются такие термины – мой парень, моя девушка там, или там еще что-то. Вот, нету такого. Есть, значит, вот ты говоришь там, есть ли такие случаи, случаи такие есть, там, пошли на крестный ход, или там еще что-то, это нормально абсолютно, либо там в хоре они поют, в храм ходят, я со своей супругой в храме познакомился, это тоже нормально. Значит, главное, чтобы у парня с девушкой существовали до женитьбы, братско-сестринские отношения. Вот, вот как вот ты с сестрой поступаешь, вот так вот, и ты должен поступать, значит, со своей, ну, как бы будущей женой, потому что, ну, у них еще не факт, что она будет жена, вот, но вы, вы общаетесь, общаетесь, молитесь, все, потом приходит такой момент, вы переходите на вторую стадию, там, стадия помолвки, или когда там объявили, например, в церкви, что вот, брат и сестра, давайте за них молиться, они планируют, значит, там супружество, вот, это как бы уже жених и невеста, и третья уже заключающая стадия, все, вы муж и жена, и, значит, умные люди советуют до вот этой третьей стадии молодежи не проявлять сильных эмоций, то есть эмоции, вот эта вот страсть какую-то там, не включать ее, потому что это полностью у тебя отключает мозги, вот, то есть эмоции можно проявлять, вот ты вот женился, когда все, вот теперь уже на полную катушку проявляй там все, что хочешь, Богом благословенный брак, то есть вот только, это я говорю просто, как построить что ли счастливый брак, это тоже, может быть, я немножко тут наперед забегаю, ну, вот такая формула. Нет, очень правильно, очень благодарю тебя, что ты забегаешь вперед, и благодарю тебя, что ты отметил, вопреки расхожему мнению, что состояние мозга в черепной коробке, оно для православного человека очень важно, применять мозги непосредственно по их прямому назначению, потому что бытует мнение, что православные все только и делают, что спихивают свою волю и ответственность там на Бога, еще на кого-нибудь, а сам он голову включать не должен. Это, конечно же, абсолютная ложь. И еще момент, который ты подмечаешь, и я думаю, нам было бы очень полезно это отметить, потому как это основная болгарская тема, и у нас есть хороший пример на болгарской земле, я бы даже сказал уникальный пример. Все, что ты сказал, вот братско-сестринские отношения, жених, невеста, муж-жена, ты все замкнул на круг церкви, то есть все это происходит внутри народа Божия, внутри церкви. И мне кажется, это прекрасно, когда вот в нашем православном обществе, в нашем вот тесном каком-то братстве, вот община с Паской, например, здесь на этой земле располагается, это будет действительно как так и объявлено, вот брать-сестры, внутри нашей большой православной соборной семьи, двое приняли решение, что они будут создавать семью, давайте вместе молиться за них Господу. Вот мне кажется, если бы везде у нас, на Руси нашей, надеюсь, святой, возникли бы вот такие образы мышления и подхода внутри церковных людей, мне кажется, мы могли бы нечто сказать и этому миру, и современному обществу, что есть не альтернатива, а реальный правильный путь, когда все внутри и вокруг Бога. Это, ну, у меня слова нет, я восторг испытал от того, когда ты именно через церковь подошел к этому вопросу. Это здорово. Следующий момент. Начинается самое веселое примерно с этого, потому что, ну, там, брат-сестра, жених-невеста, все весело, все хорошо, все радуются, а потом бабац, венчание, и начинается то самое трудно жующееся слово семейная жизнь. И она бывает разной, она бывает всякой, и мы, к сожалению, видим много примеров, когда даже в среде православных, хотя, наверное, даже не вполне корректное слово здесь, в среде православных, в том числе, происходят распады семей, я извиняюсь, поступает много жалоб со стороны женской. Он от меня хочет того-то, того-то, я должна быть и красивой, и прекрасной, и замечательной, а он просто Виталик. Со стороны Виталика то же самое, я должен быть и миллионером, и пахать на пяти работах, а она просто Катя. Много претензий друг к другу, и складывается такое ощущение, что эти двое, когда они, собственно, подходили к венчанию, даже не говорили на эти темы, а как мы с тобой, Катя или Виталик, будем строить нашу семейную жизнь, какие будут правила в нашей семье. Я вот, например, не могу ходить дома в носках, а ты любишь только мужчин в носках, как мы решим этот вопрос. Вот как ты считаешь, Алексей, вот эти правила будущей семьи, я все-таки применю этот термин, правила будущей семьи, кто их должен установить, и когда о них надо начинать разговаривать? Прошлый вопрос ты задал, когда мужчина решает, что ему нужно жениться, во-первых, я, наверное, это не досказал, значит, мужчина должен созреть. Ну, давайте не мужчина, как-то слово какое-то. Парень должен созреть. Созреть во всех отношениях. Психологически, значит, физически, экономически, финансово, чтобы не сидеть на плечах у родителей, да, и духовно. Вот я не знаю, наверное, в первую очередь, наверное, духовно, да, должен созреть, а потом уже все остальное. Там психологически, то есть человек, который готов на себя, ну, как бы в моем понимании, да, там взять ответственность, все, что это сегодня важно. Кто закладывает правила? Вот давай начнем, смотри, у тебя семья, ты молодой, у меня семья. Начнем с этого. Если я в своем ребенке, у меня пацаны, если я не буду сейчас в них, то есть давайте начнем, вот как бы нам далеко думать надо, если мы хотим исправить ситуацию в будущем, вот я начинаю с себя. Я закладываю в детей, дети, мужики, мужики – это будущие главные лидеры, соответственно, их поведение, ну, и так далее, то есть как мужика, вот, я закладываю в это, то есть это вера, это все-все-все-все-все-все остальное. Что касается каких-то бытовых вопросов, ну, например, мать должна воспитывать, у нее дочери, да, должна воспитывать дочерей, не знаю, чтобы дочери умели готовить, чтобы там как-то, ну, там, к детям там как-то тоже, ну, воспитание там, вот, короче, все это должно воспитываться родителями, вот в этом маленьком поколении, потому что, когда ты говоришь, уже женились, знаешь, это уже поздно, уже, и вот из-за этого возникают такие конфликтные вопросы, кто устанавливает правила, правила должны устанавливаться, были родителями, закладываться точнее, и тогда уже вступили в семью, муж, он мужик, он знает, что делать мужику женщина, ее не надо учить, она знает, что делает, должна делать женщина, сегодня этого практически нигде нет, из-за этого возникают конфликты, потому что мы, молодая семья, женились, мужик говорит, а в моей семье мама там, я не знаю, там посуду мыла, а почему ты не моешь, ну, к примеру, да, вот такие пустяшные, абсолютные вопросы, которые вроде как, женщина должна делать, а кто ее должен учить, и получается, что муж ее начинает учить, вот, а этим должна была заниматься ее мама, то есть вот, или папа, вот я сегодня папа, вот я этим должен заниматься в детях, что у них потом дальше не было, ну, слово такое, проблем, да, как бы, вот, но на самом деле брак, это терпение, в первую очередь, надо понимать, что мы люди разные, абсолютно с разных миров, но Боги, соответственно, мы терпим немощи друг друга, опять же, если тоже не читать Слово Божие, не заниматься, вот, ну, Библией, как бы, если нету какого-то критерия общего, зацепиться вообще за что, а в Библии все прописано, как должен себя вести мужчина, к женщине, как к мощнейшему сосуду, написано, что жена, да, боится мужа, то есть не в плане, что он там, ух, какой-то там с опором, но нет, то есть боится огорчить там и так далее, то есть простой такой пример из фильма «Поп», наш российский фильм, помните, там, когда батюшка говорил, ну, вроде как кому-то объяснял, говорит, я, говорит, говорю своей матушке, вот, что я единица, а ты ноль, если ноль встает вперед единицы, получается ноль целых одна десятая, то есть вообще ничего, а если ноль встает замужа, то есть замуж, то есть это целая десятка, это именно так, как Бог создал, так, как Бог, ну, сделал, как это положено, вот, понял, да, как это создано было. Конечно, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Вот тогда вот эта сильная семья. Конечно, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Вот тут на этом моменте, на постулате, который ты сказал, я все-таки стремлюсь, вот, общение в рамках этих передач, всегда стараться замыкать, вот как ты сказал, на мир, который нас окружает. И, к сожалению, я думаю, к твоему тоже, на планете Земля количество православных людей всех возрастов можно считать статистической погрешностью. То есть, в рамках миллиардной планеты православных практически, наверное, я не знаю, очень небольшое количество. Не вообще даже вот христиан, а именно православных христиан. Россия этот процент еще меньше. И мы находимся, как ни крути, под лупой окружающего нас, окружающей нас действительности, где такие слова, которые, вот, в частности, ты сейчас сказал, что там женщина должна вот то, и она должна вот это, а мужчина должен, а вот это он не должен, воспринимаются очень вольготно. Сейчас же ты сам понимаешь, идет пропаганда довольно-таки полностью свободных отношений. Никто никому ничего не должен, это раз. И если кто-то начинает качать права, то как бы скатертью тебе дорога. То есть полная противоположность настоящей семье, где каждый, как ты говоришь, нося немощи друг друга, начинает помогать друг другу. И есть ли у нас какой-то, пожалуй, универсальный ответ, что ли? Вот ты начал об этом говорить, в Библии даны все ответы, относиться мужу к женщине как к немощнейшему сосуду, переводя на русский язык, у женщины в голове, и не только в голове, но и в поведении, может произойти все, что угодно. Она женщина, не очень стабильное создание, особенно в наш век. Просто примета, и как данность, как факт, и люби ее за это. А она, соответственно, убоится мужа, то есть как-то корректировать свое поведение, чтобы ее не огорчить. Есть ли еще какие-то, пожалуй, рецепты вот такой простых очень вещей, чтобы мы православные, молодые православные, глядя на то, что происходит вокруг, не соблазнились бы, а были бы утверждены в том, что мы делаем вот так, потому что это сказано вот там. Сказано вот там. Конечно, есть. То есть, опять же, критерий Библии, Христос, апостол Павел говорит, Христос глава церкви, муж глава семьи. Вот, соответственно, здесь, опять же, если верующие люди, то не возникает никаких сомнений, никаких вопросов. Никто не стремится снять какую-то не свою позицию. Женское счастье именно там, где ей Бог как бы угол предназначил, то есть, быть помощницей мужа, быть на своем месте, то есть, не лидером. И это не говорится о том, что это как-то там женщина унижает, или еще как-то нет. Но таков Божий план, мы не лезем как бы в помыслы, почему Бог так сделал. Бог так сделал, и все. Это, что касается Библии, что касается просто, например, житейской психологии, есть такое, значит, как бы понятие, что ли, даже не понятие, не знаю. То есть, что представляет из себя мужчина? Мужчина, он прямой, прямолинейный. можно его понять, представить, как форма. Мужчина задает форму какую-то. Ну, например, мужчина там психологически или как-то в форме ведра. Женщина, она изменчивое создание. То есть, это вот в жизни видно, то есть, там, секунду плачет, здесь через секунду смеется, то есть, вот ей все легко. Она может несколько дел делать сразу. Это вот такой функционал, заложенный Богом. Мужчина, как правило, он не может, если вот он на что-то включит, все, вот он пока не доделает, ему что-то говоришь, он не понимает уже. То есть, ну, это тоже, я говорю, просто вот мужчина такой. И если мужчина создает форму, то женщина должна ее заполнять. Это мы говорим, как бы, об идеальной семье. Мужчина построил дом, женщина, значит, внутри там как-то все делает, там, ну, и так далее. Вот. Семья растет, мужчина растет, мужчина там уже в форме бачка, там, например, женщина заполняет его водой, это я все образно говорю, вот, в форме бачка. Если, например, мужчина в ведро, а женщина со стакан, то есть, это уже, ну, перекос. Или наоборот, мужчина маленький, а женщина там, ну, например, мужчина там какой-нибудь простой работник, там, я не знаю, а женщина там с тремя образованиями, там, на каких-нибудь управляющих должностях, естественно, здесь тоже будет как бы перекос, вот, некий, то есть, это, даже если они будут верующие, все равно будет, как сказать, ну, она больше его будет, тоже будет некий перекос. Ну, непросто. Да, да, поэтому лучше бы, когда вот все это идеально, потихонечку, и у вас семья растет. Ты задаешь форму, женщина наполняет, соответственно, как бы, увеличиваешься, то есть, как говорят, как это женщины делают мужчин генералами, то есть, женщина-помощница, то есть, она помогает мужчине расти, расти, вот, в смысле, как бы не духовно, а вообще вот, вот, духовно они, ну, мужчина, наверное, как бы в первую очередь должен, вот, но и женщина тоже не должна отставать в этом плане, а еще лучше вместе. Отличное замечание, я хочу сказать, Алексей, вот я сегодня, видимо, весь эфир только буду делать, что благодарить тебя за крутые мысли, не мы сказали, а очень умные люди, что за любым великим мужчиной стоит не менее великая женщина, и это очень глубоко, искренне благодарю за ассоциации с ведром, это звучит, наверное, очень смешно, но иллюстрация, мне кажется, в самую точку, и вот знаешь, вот ты как правильно поправку делаешь, это идеальная ситуация, это идеальная семья так строится, если перейти все-таки на ситуацию не вполне идеального, а со всякого рода, ну, а грехами неправильное слово, но не идеальная ситуация, даже если, наверное, складывается такая ситуация, что мужчина, как ты говоришь, там, вот его форма пока что со стакан, а у женщины уже 4 бидона есть, в принципе, без запаса, наверное, у школи женщина, тем более православная, выбирает себе именно этого мужчину, наверняка она должна понимать, что его возможности сейчас со стакан, и не надо в них вливать 200 литров воды, а постепенно-постепенно доливать, и он, как ты правильно сказал, вырастет и до размеров и бочки, и 4 контейнеров, что у нашей дорогой сестры уже и запасов может начать не хватать, и она ей придется скорейшим образом все это добирать. Отличная ассоциация, я бы, наверное, взял на заметку, как-то даже отдельно мы, наверное, это опубликуем. Классно, действительно, пример очень хороший. Что делать, если правила семьи нарушаются? Как быть? Как поступать мужчине? Как поступить женщине? Если, несмотря на то, что он стакан, в него льют бидоны, и возникают проблемы, как быть? Как быть? Вот я хотел добавить этот момент, что ты говоришь, что женщина должна понимать, знаешь, а это не всегда происходит. Эта женщина должна быть, знаешь, там, высокодуховная какая-то женщина, которая вот именно будет понимать, что она должна поступать именно так. Практика показывает, что каждая женщина, как правило, знаешь, хочет командовать своим мужем, еще соседским, еще там кем-нибудь. Про соседского мужа особо хорошо, да. Я знаю, какой, наверное, постулат я старался внести, даже если полностью оббросить духовность, если женщина, вот девочки, я правда говорю вам, если вы выбираете такого мужчину, не надо потом ему предъявлять, что он какой-то не такой, дескать, не оправдал ваших ожиданий. Это вы выбрали. Под улом пистолета никто не тащил. Это касается в первую очередь, как ты вот, брат, сказал, женщин действительно очень интеллектуально развитых, с руководящим талантом и так далее. Когда таковая берет мужчину не по рангу, ну, выбирает, отдает предпочтение, у нее будут проблемы. И очень скоро, кстати говоря. Ну так вот, нарезается нарушение правил. Как выходить из ситуации? Когда говорят, что вот ты говоришь женились, да, и потом что-то выясняется. Я говорю, что по своему опыту женились два абсолютно разных человека с разных семей. Вот. И не зря же там психологи какие-то сроки определяют, что вот первый срок это три года, потом еще там какие-то, да. В течение первых трех лет происходит притирка и терпение нужно. Терпение всем нужно, не только. И как обычно, знаете, на свадьбе молодые, те, кто уже прожил, всегда, как правило, железно рожжение. Дай бог вам терпение там, все, семью строить. Потому что те, кто так говорит, они уже пережили это. Вот. Они, знаете, как вот, если острые камни положить в одну сумочку, ну и там, например, ты идешь где-то вот, сначала они же, конечно, будут там как-то вот тереться, тереться, а потом уже становятся такими кругленькими. То есть они уже в какое-то время притерлись. Опять же, сложно рассуждать, как ты говоришь, вот если там какие-то проблемы возникли, еще что-то, если человек неверующий. Если человек неверующий, все, она встала, ушла, никаких критериев, никаких каких-то сдерживающих факторов, коридоров, запретов, ничего нет. Вот сегодня мы видим вот этот мир, когда там сколько-то там, например, браков и там еще больше разводов в процентном соотношении. То есть это, ну, это очень такая, не то что печальная ситуация, это краховая просто ситуация. Слушай, мы как православные. Люди ничем, они не есть. Слушай, мы как православные. Что говори? Смотри, нехорошо получилось, я тебя перебил, я думал, ты уже закончил говорить. Ну, скажу уж, мы как православные можем как-то влиять на ситуацию. Что мы могли бы сделать и должны ли делать, видя все-таки, ну, я думаю, что любого христианина, православного, тем паче, сердце крови обливается, видя распад семей, последствия распадов семей. И мы что-то можем сделать? Или лучше нам абстрагироваться? Нам не надо абстрагироваться и нам не надо ходить с какими-то с плакатами, транспарантами, устраивать какие-то там забастовки и так далее, дороги перекрывать. Самый простой и самый эффективный способ. Давайте начнем с себя. Давайте я вот со своей семьи начну, ты со своей, еще кто-то, и мы живем в этом обществе. И мы своим примером покажем, у нас в семье не так, что у нас в семье глава муж, что у нас возникают конфликтные вопросы, семья это на... И мы их решаем, решаем, значит, садясь за стол переговоров, мы не молчим, не ходим, не дуемся, то есть, ну, это вообще касается всех верующих, неверующих и так далее. Но почему нам легко? Это у нас есть критерий, Христос, который нас объединяет, который, значит, дал свое слово, в котором прописаны наши отношения, как их выстроить счастливыми. То есть, как бы, существует такой договор, Бог говорит, вот, если ты будешь делать вот так, вот так, я тебе даю такие заповеди, ты будешь счастлив. У Бога много щедрот, Бог милостивый и щедрый, вот, но люди сегодня в большей массе не просто неверующие, ну, маловерные. Это и меня касается тоже, тоже в каких-то вопросах иногда маловерие проявляю. Вот. И если ты выполняешь вот эту часть договора, то Бог обязательно выполнит свою. Но сегодня люди не в первую часть договора хотят получить вторую. Такого не бывает. Договор, наверное, все-таки, ну, как сказать, не то, что грубоватое слово. Мы с тобой-то понимаем, о чем идет речь. Возможно, для внешнего уха это покажется довольно грубым. Но, в первую очередь, Алексей имеет в виду, что между Богом и человеком в первую очередь договор любви. И это не в смысле армейский регламент. Отношение с Богом и церковь – это не армия, это семья, любящая семья. Это скорее, вот я правильно, Алексей, было благо. Ты начал выходить на следующий этап взаимодействия именно духовных моментов внутри семьи. Наверное, мы сейчас будем нашу беседу все-таки полностью переключать уже на духовные рельсы, на православные, отходить от каких-то всеобщих ситуаций, а вот попробуем внутри православной семьи разобраться. Так вот, вот эта тема, все-таки, как я говорил, внутри, в христианских семей возникают разногласия. И в любом случае вектор нашего движения – это Христос. И в какой мере, наверное, вот так я вопрос формулирую, супруг или супруга должны проявлять и терпение, и понимание с евангельской любовью, когда вторая половина начинает прокручивать прокручивать, вплоть до каких-то уже серьезных моментов, например, до измены супружеской верности или других каких-то моментов, есть ли в православной семье граница прощения, есть ли граница понимания, или все идет на самотек, пока само не успокоится? – Серьезно, такой глубокий вопрос, и даже он так, наверное, из нескольких ответов, что ли, должен состоять. – Да, пожалуй, и нет. – Прощение, конечно, оно есть. – Да, пожалуй, и нет. – Оно должно быть, потому что кто сказал, если брат согрешит против тебя, ну, это образно, то есть брат, жена или еще кто-то, то есть много раз, ты должен много раз простить на дню. Если он искренне подойдет с этим. Что касается, например, как бы, не то, чтобы, чего нельзя простить, или, ну, вот, например, Христос говорит, что разводиться, если мы вот этот вопрос затрагиваем, можно только по одной причине, прилина, там, при любодеянии, по другой причине, по какой разводиться нельзя, потому что Христос сказал, чего Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Когда происходит таинство венчания, там читаются молитвы, специальный священник вывышивает Божие благословения на венчающихся, приводит примеры из Библии, из Ветхого Завета, примеры праведников, которых Господь благословил, и так далее. Прощение должно быть, видим, очень сложно. Я еще раз, понимаешь, еще раз, как бы, подчеркну, подчеркну, когда есть критерии, тогда можно решить какой-то, вот, и когда нету критерия вообще, то, ну, сказать, я даже не совсем понимаю, как можно решать эти вопросы, но, например, и в жития святых есть, что, там, жена, например, молилась за своего мужа, там, вот, и в итоге вымолила, как бы, Бога, что, ну, там, какой-нибудь злой муж, там, или он пил, там, или, например, он был какой-то неверующий, и в итоге муж все-таки разворачивается в сторону Бога, как там, уверовал и так далее, вот, то есть, разрушить, разрушить, да, семью всегда, ну, точнее, не семью, вообще, любое дело очень просто, вот, и семью тоже, там, ты меня обидел, я тебя обидел, там, мы не поделились, там, разные у нас какие-то точки зрения, еще что-то, и все, там, разбежались, а сохранить, а уж тем более созидать, да, наоборот, умножить, это сложно, это труд, вот, и это все должно решаться не тогда, как ты вот говоришь, уже, мы уже повенчались, понимаешь, если ты заранее все делаешь правильно, если ты дом построил без фундамента, то, ну, как тебе помочь потом, притча, да, там, дом не построил, все, полились реки, подул ветер, и все это разрушилось, если ты построил дом на камне, изначально ты потихонечку строишь его правильно, то тебе намного будет легче выдержать все вот эти вот испытания и жизненные бури, которые в любом случае будут, потому что это жизнь, и дьявол не дремлет, он также пытается там как-то что-то нарушить, этот порядок. Субтитры создавал DimaTorzok